Добрый день, друзья! С вами Павел Бюлькович и компания Agbilon Pro. Сегодня мы вам покажем ролик про сравнение водяных теплых полов сухой системы укладки и традиционных водяных теплых полов бетонной стяжки. Рассмотрим, как они себя ведут, с какой скоростью нагреваются и узнаем, можно ли использовать бетонный водяной теплый пол в качестве теплоаккумулятора для использования ночного тарифа на электроотопление. Для экономии. В этой квартире у нас водяные теплые полы традиционной системе в стяжке. Толщина стяжки 5 сантиметров. Под стяжкой у нас 5 сантиметров пенопласта. Стяжка армирована. Система подключена к электрокотлу. Также используется ночной тариф для экономии. Попробуем его использовать в максимальной степени. Для сравнения и понимания, как происходит нагрев, у нас есть тепловизор. Сейчас у нас на всех поверхностях от 19 до 20 градусов. Замеряем скорость, в какой они нагреваются. Настроим тепловизор на минимальную дельту 5 градусов. И будем отслеживать, как нагревается пол. Электрический котел находится у нас в шкафу. Вот он включился. Температура подачи 30-32 градуса. Будем смотреть, как это отображается на теплом полу. Прошло 20 минут. И только сейчас начал проявляться наш теплый пол. Вот видно красное пятно. Температура уже около 21 градуса. Ногами чувствуется, что он уже не холодный. Вот виден контур теплого пола. Температура везде по петлям ориентировочно похожая. Вот включился теплый полотенцесушитель. Он тоже от теплого пола. Прошел час с момента запуска системы отопления. Смотрим температуру на полу. Температура пола 22 градуса. За час мы нагрели его на 2 градуса. Прошел еще час. Температура пола в холодной части 22 градуса. По более короткому контуру. 22,5 градуса. В некоторых местах уже 23,5 градуса. В некоторых местах уже 23,5 градуса. Подождем еще 45 минут и посмотрим. Прошел еще час. Смотрим, какая температура у нас на полу. Пол прогрелся до 23,5 градуса. Это уже чувствуется ногами. Спустя 2 часа. То есть, всего прошло 4 часа. Пол нагрелся до расчетных 25 или на более коротких участках 26 градусов. Прогрев пола равномерный. Кстати, вот что случается, если под шкафчиком теплый пол мы не делаем. Под шкафчиком температура у нас 17 градусов. Напомню, что пол везде бетонный. Сейчас выключим систему отопления и посмотрим, за сколько он остынет. Котел выключился. Время у нас час 40. Посмотрим, за сколько пол остынет до 20 градусов в комнате. Чтобы не растягивать видео, скажем, что теплый пол у нас остыл за 6 часов. То есть, что это значит? Если мы используем ночной тариф на электроотопление, то теплый пол мы должны выключить в 7 утра, для того, чтобы не использовать дорогой дневной тариф. Если мы выключаем пол в 7 утра, то к часу дня он у нас уже остыл. И хочу заметить, что если мы используем ночной тариф максимально, значит, что температура в 7 утра в доме у нас максимальная. И это не комфортно, потому что мы спим и 23 градуса под одеялом чувствуем себя достаточно жарко. Поэтому это не лучший способ для экономии. Для экономии нужно использовать теплоаккумуляторы и накапливать энергию там, где это максимально эффективно. Теплые полы для теплоаккумуляции это не эффективное решение. Хочу сказать, что для того, чтобы экономить максимально эффективно, нужно использовать систему тогда, когда это необходимо. Значит, инерционность системы должна быть минимальная, включаться она должна быть максимально быстро и максимально быстро отдавать тепло. Тогда мы можем использовать теплые полы, например, с 7 утра до 9, когда мы находимся дома и собираемся на работу. и также включать отопление в 5 вечера перед тем, как мы приходим с работы и выключать его в 9, когда ложимся спать или в 10. Тогда экономить можно около 15% от затрат на отопление. Как это можно сделать? Мы вам покажем. Сравним систему с теплыми полами сухой укладки с минимальной толщиной стяжки и также плиткой, вложенной сверху. Перейдем на следующую квартиру, покажем, как это работает. Вот так вот плитка уложена, затерта, установлена мебель, в квартире уже живут люди, приступило время к запуску системы водяных теплых полов. Посмотрим, как она будет запускаться, насколько долго прогреваются полы. Вот сейчас мы смотрим тепловизор, температура на поверхности такая же, как и на стенах 20 градусов. На нагрев работали батареи. Дальше запустим котел, включим гребенку и посмотрим, как происходит нагрев. Температура подачи 32 градуса, время без 15-12, система запущена. В течение 10 минут температура пола поднялась на 2 градуса, это мы видим в тепловизор. Также в тепловизор будем наблюдать за подальшим нагревом пола. Хочется отметить, что между холодными участками и горячими разница всего 2 градуса, что неощутимо ногой, когда мы ходим по полу. Также хочу отметить, что в нижней квартире еще не живут люди. Прошло 20 минут, температура пола выросла до 25 градусов, то есть в течение получаса пол нагрелся на 5 градусов. Он уже ощутимо теплый. В самых холодных участках, там где у нас есть петли, температура может отличаться на 4 градуса. Сама труба, как мы видим, 24 с половиной, между ними на градус меньше. подождем еще немного и посмотрим как нагревается пол. В том месте, где стоит унитаз, теплый пол не предусмотрен, там есть холодное место, температура 15 градусов. Поэтому своим заказчикам, если есть такая возможность, стараемся устанавливать унитаз на силикон клей и также устанавливать под ним теплый пол. Прошло полчаса, температура системы 27 градусов, за 40 минут пол нагрелся до комфортной температуры, что невозможно в традиционных системах со стяжкой. Данная система позволяет максимально эффективно регулировать всю систему нагрева и с помощью точного регулирования экономить. Такая экономия может достигать до 10%. под холодильником теплый пол также не установлен. Теперь перейдем к системе, на которую уложен ламинат и посмотрим, как он работает. Ламинат укладывается прямо на систему теплого пола через теплопроницаемую подложку из войлочных листов или геотекстиля. Наша задача не запереть тепло в системе, а вывести его наружу. Сейчас мы заехали на наш объект, на котором уложен ламинат. Вот гребенка. Температура подачи 30 градусов на ветке подачи. Температура на кранах 36 градусов. Это подача 36 38. Посмотрим в тепловизор как себя ведет теплый пол при покрытии его ламинатом. Смотрим на теплый пол. Температура на поверхности 27 градусов. между трубами 26,5 25 на поверхности трубы 26,5 градусов. Сейчас фокусируемся тепловизором. самый холодный участок 24,5 градуса там где у нас нет теплораспределительных пластин. Но вместе с тем тепло на поверхность выходит от соседних участков. Ногами такие участки не чувствуются но видны в тепловизор. Самый холодный участок отличается не более 2,5 градусов. Вот у нас ламинат в коридоре. Здесь температура ниже потому что коридор отапливается меньше. Это отрегулировано на гребенке. В сегодняшнем видео мы постарались максимально полно ответить на вопрос можно ли использовать водяной теплый пол в качестве теплоаккумулятора и этим самым экономить. Делайте выводы задавайте вопросы в комментариях обращайтесь к нам если не можете определиться с тем какую систему лучше выбрать вам в вашем случае ставьте лайки подписывайтесь на наш канал до встречи в следующих видео.